Даже если бы Джохар Дудаях был, как ты говоришь, горским евреем, он бы был нашим горским евреем. И выражаю свои соболезнования Кадырову и его ближайшему окружению. Я понимаю, насколько вам, наверное, больно это осознавать. До меня уже доходит информация, что вы спешно продаете там свой бизнес, покидаете Турцию. Это очень радует. Как у нас, у чеченцев, говорят на базарах. Пусть это все у вас реализуется, я вам желаю. Салам алейкум, прокомментирую про речь Сакурова. Алейкум асалам. Посмотрел я эту речь, точнее этот баттл Сакурова с Путиным. И то, что высказал Сакуров, было видно с такой нелюбовью к нам высказывал это мнение Сакуров. Давай вот ингушей, значит, сделаем своим форпостом на Кавказе, а остальных, мол, отпустим. И получится, что мы разделим Кавказ на своих и чужих. Добрый день, расскажи о своем отношении к чеченским миллиардерам Байсарову, Арсамакову, Джабраилову и другим. Как они относятся к идее независимости Чечни? Но как-то открыто свое хорошее отношение они о нем не говорили. Поэтому мы полагаем, что, наверное, у них отношение к этому не очень хорошее, учитывая, что они не столько чеченские миллиардеры, сколько российские. Свои капиталы многомиллионные, миллиардные они сделали в России, живут они в России, бизнес у них все в России. Так что это обычные российские бизнесмены, миллионеры, миллиардеры, только чеченского происхождения. Соответственно, и отношение к вопросам нашей государственности, нашей независимости у них будет с корректировками на их бизнес, на их капиталы. А их капиталы, их бизнес может пострадать в ситуации нашей независимости. Но они так думают, то есть у них есть какие-то риски. Вдруг там начнут на чеченцев как-то давить и так далее, они могут оказаться. Поэтому я думаю, они будут, наверное, иметь негативное отношение, скорее всего, к этому. Ну, а так, быть может, что у них там в сердце, мы, конечно, не знаем. Также, если по отдельности, по каждому пройтись, то Байсаров этого, ну, вообще такой типичный, как бы, представитель российского бизнеса, дружит с Кадыровым. Ну, в общем, я думаю, он разделяет полностью политику Кадырова. Что касается Арсамакова, то, по-моему, уже даже и не миллионер. Его очень сильно переехали. Последняя информация о нем была, что его, типа, под домашним арестом держат кадыровцы. Короче, что изначально он с ними был в хороших отношениях. Кадыров даже его публично хвалил. Но потом что-то они, видимо, не поделили. Скорее всего, Арсамаков где-то не заплатил, там, не выделил какие-то средства, которые, наверное, в наглую, как путем рэкета, хотели у него отжать. И, в общем, они стали не друзьями после этого. Вот, что касается Джабраилова, то тоже самое изначально был в очень хороших отношениях с Кадыровым. Метил, насколько я понимаю, не Умар, а его брат, по-моему, как его звали, забыл я. Хусейн, кажется, Джабраилов его зовут. Могу ошибиться. Короче, его брат метил на должность премьера. Но когда его не сделали премьером в Чечне, у них тоже отношения похолодали. Вроде как врагами не стали. Но и друзьями тоже уже не являются. Но, учитывая, что все они либо дружили, либо до сих пор дружат с Кадыровым, мы полагаем, что отношения к нашей независимости у них, скорее всего, негативные. Асаляму алейкум, брат. Ты говорил, что исторически на ух права принадлежат чеченцам, но ведь также исторически там проживали и кумыки. Не значит ли это, что Дагестан тоже имеет права и претензии? Алейкум асалям. Я не говорил и не говорю, что на него права имеют какие-то люди по нацпризнаку. Это не так. Аух является частью, всегда являлся частью Чечни и должен быть частью Чечни. Подобно тому, как какая-то территория, скажем, Ленинский район, это часть Грозного. И если придет какой-нибудь президент в России и решит сделать Ленинский район частью Аргуна, от этого он не станет частью Аргуна, понимаете, Грозницы будут постоянно на него претендовать и будут считать это частью своего города. Вот подобно этому, здесь мы говорим не о национальности каких-то людей или тем более территорий. Мы говорим о территориальной принадлежности как к некому территориальному округу, к государству, к республике, к району, к городу и так далее. Поэтому Аух это все-таки территория, на которой во время еще имамата, она относилась к Чечне, там был всегда от имама, эта территория входила в имамат. Поэтому, конечно, это территория Чечни. Просто в какой-то момент Сталин решил перечертить эту границу и после этого территория стала относиться к Дагестану. Это является исторической несправедливостью. И наши братья в Дагестане, и наши братья в Чечне должны понимать, что нужно восстановить эту историческую справедливость. Тумс асалам алейкум, злой грузин, в последнее время вещает, что чеченцы это пришлый народ на Кавказ, как прокомментируешь его нападки на чеченцев. Глупости, я думаю, не стоит какие-то глупости комментировать. Алейкум асалам. Для тех, кто хочет проверить для кавказских народов, я имею ввиду, под кавказскими народами я подразумеваю и народы Северного Кавказа, и также грузин, которые расположены на юге. Если кто-то из нас хочет проверить свою автохтонность на Кавказе, достаточно просто посмотреть на наши ДНК-проекты. Друзья, мы все являемся там коренными жителями. Почему Ченье не хотят построить памятник Дудаева Джохар, центр Грозного, российские бомжи, герой делает, они памятку строятся. Так, по поводу памятников, кстати говоря. В Турции, в Стамбуле, точнее, ну это какой-то пригород, видимо, Стамбула, там открылся парк имени Джохара Дудаева, это произошло на днях. Открытие было официальным. И это очень радостное событие, так как увековечение имени Джохара Дудаева, символа свободы, символа нашего сопротивления, нашего первого президента, увековечение его в Турции, это очень серьезный такой посыл в адрес России и российских наместников в Чечне. В то время, как кадыровская власть пытается где-то в странах Европы, в основном в балканских странах Сербии, там где-то в Боснии, Герцеговине, они пытаются какие-то там мероприятия от имени Ахмата Кадырова проводить, и озаглавливая это тем, что якобы вот в Европе увековечили имя нашего спасителя, президента и так далее, Ахмата Кадырова, в это же самое время в Турции увековечивают память действительного, настоящего первого президента, независимой, свободной Чечни, Джохара Дудаева. Это все происходит в контексте событий, как профилактическая беседа с кадыровцем, матерым кадыровцем в Стамбуле, профилактическая беседа с еще одним представителем кадыровцев, который затем уедет домой и будет махать там пальцем. В контексте ареста шести киллеров, шпионов российских, большинство из которых имеют чеченское происхождение и связи с российским наместником в Чечне. люди, которые приехали туда явно для того, чтобы отомстить за профилактическую беседу, проведенную с матерым кадыровцем. И вот в контексте всех этих событий потом туда приезжает Рамзан Кадыров после ареста этих шестерых, приезжает туда с каким-то блогером азербайджанского происхождения, Гусейном Гасановым, явно для того, чтобы провести какие-то встречи, как-то попытаться уладить вопрос с этим арестом. И вот следующий ход, точнее следующим ходом было официальное предъявление обвинения этим шестерым киллерам. Мы из этого поняли, что договориться не удалось. И вот следующий ход, парк имени Джохара Дудаева в Стамбуле, это уже такая окончательная точка в этом вопросе, которая показывает, как настроена турецкая власть, турецкое государство в отношении чеченского вопроса, в отношении России. И это очень радует, это очень крутое событие. Здесь оно больше символичное, понимаете, не столько важно, что там будет этот парк, что... Нет, это чисто такой символ. Парк имени Джохара Дудаева это то же самое, что парк во имя чеченского сопротивления. Это как увековечивание чеченской борьбы за свою свободу. Это как сказать, что мы за то, чтобы Чечня была независимым государством. Мы не за то, чтобы она была частью России. Мы против этого. Это вот то же самое. Как будто бы на официальном уровне было сделано такое заявление. Поэтому это очень круто. Я очень рад, я поздравляю всех нас с этим событием. И выражаю свои соболезнования Кадырову и его ближайшему окружению. Я понимаю, насколько вам, наверное, больно это осознавать. До меня уже доходит информация, что после активизации действий наших соотечественников, проживающих в Турции, Хасана Харитова и других, что после этого вы спешно покидаете Турцию, что вы спешно продаете там свой бизнес, делаете объявления внутри своих каких-то кругов, что вы там продаете отели. Все, что нажито было непосильным трудом на турецком побережье Средиземного моря, все это приходится теперь спешно продавать. Это очень радует. Как у нас, у чеченцев, говорят на базарах, михалюлил, пусть это все у вас реализуется, я вам желаю. Я желаю этого искренне. Ну и всех нас, конечно же, поздравляю с этим событием. Джохар Дудаев был горским евреем, и жена его тоже, и он никакого отношения не имеет к Чечне. Джохар Дудаев был чеченцем из чеченского общества Орстой, из Тейпо-Цичой, но даже если бы Джохар Дудаев был, как ты говоришь, горским евреем, он бы был нашим горским евреем, и он бы имел прямое отношение к Чечне, к чеченцам и ко всем народам, проживающим в Чечне, и он был бы нашим первым президентом. Неважно, какая была бы у него национальность. Он был чеченцем, но даже если бы он был горским евреем, он был бы нашим горским евреем, и мы бы его любили и уважали, и мы бы его увековечивали, и радовались бы тому, что его увековечивают в других странах и государствах. Это уже, кстати, не первая страна Турции, далеко не первая страна, которую увековечила Джохара. Как вы знаете, в Литве, в Латвии, в Эстонии, в той же Воснии и Герцеговине увековечено имя Джохара Дудаева. В Польше, в Варшаве есть Ронда, круг, такая площадь имени Джохара. Так что Джохар – это легендарная личность, которого уважают во многих странах этого мира. А вот Ахмад Кадыров – это предатель, которого хотят выдать за героя, его последователей. Но получается, это, откровенно говоря, очень дешево, очень дешево. Не получится у вас, как говорится, плохо тот герой, геройство которого нужно как-то доказывать, а тем более нужно фальсифицировать. Такой герой очень плохо. Никто в Чечне не лоббировал открытие каких-то там мемориалов, увековечивания имени Джохара ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии, ни в Турции. Никто это не лоббировал. Ни мы давили и просили это сделать. Это, разумеется, там везде есть какая-то наша община. Это все делалось в каком-то контакте с ними. Но не мы являлись заказчиками этого. Эти государства сами были заказчиками, они сами были инициаторами того, чтобы увековечить имя нашего президента. Какие-то депутаты или государственные чиновники выступали с этой инициативой. Вам же, кадыровцам, приходится самим платить деньги, покупать кого-то, лоббировать, чтобы где-нибудь на Балканах какую-нибудь там улицу назвали в честь вашего предателя. Ну и то, что происходит в арабских странах, там и Ордании, то, что вы открыли эту улицу, и какой-то мемориал, то, что вы в других каких-то арабских странах можете его изображение куда-то на здании транслировать. Но это говорит о положении этих арабских стран, их лидерах. К сожалению, не с лучшей стороны это их рекомендует. Но опять-таки, все то, что делается там, делается не с их инициативой, делается с вашей инициативой. Вы вынуждены везде пропихивать вот эту вот идею его героизации. Ассаламу алейкум, Томсо, ты видел новый фильм Дудя про пытки? Там, кстати, про чеченцев тоже рассказывали. Я надеюсь, хоть какие-то меры будут предприниматься. Алейкум ассалам. Я видел этот фильм, я посмотрел его, честно говоря, с опозданием. Обычно сразу же, когда выходит какое-то интервью Дудя или фильм Дудя, я его смотрю. Но здесь так получилось, что я как раз был в поездке, находился в Норвегии. И, в общем, не было у меня времени, так как я постоянно с кем-то встречался, был в гостях или были у меня в гостях. Ну и неудобно было, как бы, два с лишним часа идет этот фильм. Не было, в общем, времени это посмотреть. Когда ты встречаешься со своими братьями, естественно, ты занят разговором с ними. И в это время сидеть там вместе с ними смотреть фильм не получается. В общем, поэтому я с опозданием его посмотрел через, по-моему, на пятый день после публикации я только его увидел. Но это очень крутой фильм, очень хорошая работа. Я очень благодарен Дудю за то, что он уделил этому внимание. И если его кто-то не смотрел, то я рекомендую вам этот фильм посмотреть и поделиться им со своими друзьями и товарищами. Тумсо, я ролл там, кушаю в нищей России. А что так, Мик? Я вот вчера смотрел, слушал, точнее, разговор Адама Делимханова, депутата Государственной Думы. Он говорил, что в Чечне сегодня такой соцпакет, которого нет в Европе. Люди получают все. И пенсии по инвалидности, и пенсии там по каким-то другим причинам. Выслуги лет, по потере кормильцев и так далее. Получают безработицу, говорил Адам Делимханов. Получают все необходимые выплаты, какие-то субсидии. Если у людей нет денег на то, чтобы погасить задолженность по квартплате, по коммунальным услугам, то это все субсидируется. Помогает людям, говорил Адам Делимханов. И постоянно сравнивал это с Европой, что в Европе нет таких социальных выплат. Там вообще другой уровень. Люди нищен стоят. И не могу же я не верить депутату Государственной Думы, уважаемому человеку, туда не избрали бы, наверное, дурного. Поэтому я так понимаю, что ты, наверное, говоришь неправду. Или ты просто как-то не пользуешься этим социальным пакетом в России, который лучше, чем в Европе. Салям Алейкум, там все, прокомментирую, рекомендую про речь Сакурова. Посмотрел я эту речь, точнее этот баттл Сакурова с Путиным. Обмен мнениями, как это назвал Путин. Для меня ни то, ни то мнение не было приемлемо. Я и то, что высказал Сокуров, было видно с такой нелюбовью к нам высказывал это мнение Сокуров. Были вот эти попытки сразу же при высказывании, вроде как ты должен согласиться с ним, он предлагает там, кто хочет, пусть, мол, уходит, но в то же время он вбивает туда клин, пытаясь выдернуть из этой массы общие ингушей, говоря, что вот, мол, все остальные пусть идут, а вот ингуши, они русский язык, видите, или знают лучше, чем мы, даже очень хорошие люди там. Я с многими знаком, то есть это такой посыл, давай вот ингушей, значит, сделаем своим форпостом, мол, на Кавказе, а остальных, мол, отпустим, и получится, что мы разделим Кавказ на своих и чужих. Ну, видно, что Сокуров, он тоже говорит об этом с империалистической точки зрения, не из какой-то любви к нам и не из стремления к справедливости исторической, там и реальной. Ответ Путина тоже был в таком же духе, мол, никуда мы никого отпускать не будем, вы видели, что мы сделали с Чечнёй, это я сейчас перевожу с путинского на такой понятный язык, вы видели, что мы сделали с Чечнёй, мы сделаем то же самое с любыми другими, кто захочет отделиться, у кого будут какие-то сепаратистские, с точки зрения России, идеи. Короче, ни того, ни другого в этом вопросе поддержать не могу. Томцов, вообще забавно, как Россия поработила другие территории, а потом, когда кто-то хочет освободиться, говорит, вы что страну развалить хотите, это отсылка к Сокурову, и как Путина и Кадырова бомбануло. Ну, Кадырова справедливо бомбануло, там же всё касалось непосредственно его, когда говорил Сокуров, что у нас есть и Падишахи, понятно, что он говорил про Кадырова, поэтому Кадыров, естественно, возмутился. Кадырова